Всем доброго времени суток. Если вы хотите научиться расписывать майки, если вам интересно это занятие или вы просто хотите посмотреть как это делают другие, то вы попали по адресу. Это видео я записываю по многочисленным просьбам моих друзей, так как у меня в альбоме есть некоторые работы моих майок, которые я расписывала ранее. И всем было очень интересно понаблюдать за процессом. Если вам также интересен процесс, то приглашаю вас посмотреть это видео. Как будут создаваться майки ручной росписи. Для начала нужно взять все необходимые ингредиенты. Во-первых, основной и главный ингредиент это майка. Желательно, чтобы она была из стопроцентного хлопка, так как стопроцентный хлопок очень удобно расписывать и очень приятно носить. Он очень приятный к телу и роспись по нему просто волшебное занятие. Обязательно майку нужно растягивать, а до этого нужно определиться в каком месте будет находиться ваш рисунок. Это абсолютно не важно, будет он располагаться здесь или здесь. Например, мой рисунок будет располагаться вот здесь, в области грудной клетки. Он будет достаточно, ну не очень большой. Закреплять я его буду на вот эту твердую папочку, потому что это обязательно. Во-первых, так сохраняется спинка майки, то есть не отпечатывается краска с той стороны. А во-вторых, это очень удобно, ты рисуешь как на натянутом холсте, это очень удобно. Закреплять это можно вот такими вот штуками, вот такими канцелярскими скрепками. Если таковых нет, не обязательно покупать их специально. Подойдут и обыкновенные прищепки. Это дело каждого. Каждый делает то, чем ему удобно. Также нам понадобятся кисти в обязательном порядке, простые карандаши и вот такие вот контуры. Такие контуры, конечно, они в принципе не обязательны. Это только если вам нужно выделить какую-то часть или придать ей объем. Это уже вы должны смотреть сами, нужны они вам или нет. Я даже еще не знаю, понадобятся они мне или нет, так что, ну пусть на всякий случай будут. Ну, само собой, краски вот такие специальные краски по ткани. Либо же я использую вот такие. Я обожаю набор этих красок, потому что они очень яркие, очень стойкие. Я нарисовала свою самую первую майку года 4 назад. Я ее постоянно ношу и она выглядит как новая. То есть цвета у нее не полиняли, тусклее не стали, не потрескались, что самое главное. И я очень довольна этой майкой и я очень довольна этими красками. По поводу этих сказать плохого ничего не могу. Здесь тоже потрясающие цвета, которых нет здесь. Но это дело принципа каждого. То есть каждый рисует тем, чем он хочет. Каждый делает так, как ему удобно. Ну и само собой, заранее нужно приготовить трафарет или рисунок, который будет на майке. Так как сразу рисовать, ну это довольно проблематично. Что касается моей работы, моей майки, то на данный момент я большая поклонница мультфильма Мадагаскар. А точнее, мадагаскарских пингвинов. Поэтому сегодняшняя моя работа будет посвящена именно этим ребятам. Вот такой вот у меня будет. Вот такая майка. Вот с таким вот рисунком. Я его готовила заранее, рисовала, наверное, неделю назад. Очень хотела давно снять это видео по просьбе. Ну, были накладочки. В общем, когда все необходимые материалы готовы, можно приступать к самому процессу. Итак, на первом этапе нашу майку нужно закрепить вместе с нашим рисунком. Делается это таким образом. Я предпочитаю контур рисунка делать, подкладывая основной рисунок под майку, то есть вовнутрь. Значит, делать это нужно вместе с этой досточкой или что вы возьмете, неважно. И подкладываем в область, где должен располагаться рисунок. Вот таким вот образом. Теперь нужно эту майку элементарно закрепить. Теперь, после того, как мы закрепили нашу майку, можно начинать делать контур. Делать контур можно как простым карандашом, так и вот таким вот волшебным маркером, который исчезает через несколько дней после нанесения. Очень удобно. Он используют для светлых тканей. И, в принципе, я всегда делаю им. Если вдруг какая-нибудь ошибка, то он легко стирается мокрой тряпочкой. Так что это, в принципе, не проблема. Стереть его или что-то сделать. И теперь, осторожно растягивая маечку, чтобы лучше рисовалось, начинаем прорисовывать контур нашей работы. Итак, теперь можно приступать к раскрашиванию основного рисунка. Вообще, существует правило, что красить нужно от самых светлых до самых темных тонов. Честно говоря, я этого правила никогда не придерживаюсь. Я крашу все просто сверху. То есть, идти у нас будет все от сих и до сих. Начнем с самого верха. Берем на кисточку немного краски. И начинаем осторожненько по нашему контуру все закрашивать. Для наилучшего эффекта можно также растягивать майку, чтобы закрасить образовавшиеся трещинки. Тогда оно 100% не будет трескаться, когда вы оденете майку на себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь наш дальнейший. Итак, когда покрашены пингвины, можно спокойно заняться надписью. В оригинале она черная, с синим слегка отливом сверху. Я не хочу делать ее черной, так как она сольется с пингвиняриками. Я сделаю ее темно-синюю с голубым отливом. Я думаю, меня никто за это не осудит. Ну, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА